Это было никакое не биполярное расстройство, с точностью наоборот, просто в одном цельном характере сложилось две необычных половинки. Есть даже версия, что якобы Державин стихи писал и пытался публиковать, чтобы расплатиться с долгами. Полная галиматья. Учился игре в карты у профессиональных шулеров. Начальство, естественно, все это увлечение поэзией, все эти романтические упражнения, как они тогда говорили, не одобряет. Говорят, когда Екатерина прочитала, она чуть ли не прослезилась. Кто только не льстил поэтически. А в истории осталась только Ода Фелица. Помните, Лазарев и Крузенштерн, наш прославленный адмирал. Все три сына Петра Лазарева, три воспитанника Державина, морских кадета, стали тремя прославленными адмиралами русского императорского флота. Добрый день, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. Мы продолжаем цикл рассказов из русской истории XIX века. Сегодняшний наш рассказ у нас стыки века XVIII и века XIX. Героем его будет известный человек, замечательный русский поэт Гавриил Романович Державин. Мы все чуть-чуть слышали это имя из школьной программы. И, наверное, первое, что вы подумаете, ну, Державин, это что-то между Ломоносовым и Пушкиным. Как-то ужасно скучно. Не торопитесь, вы узнаете много нового и интересного. Но начну я с того, что известно всем, кто учился в школе. Старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. Писал Александр Сергеевич Пушкин. Пушкин читал свое стихотворение. Это был, кстати, не выпускной экзамен. Пушкину было всего 15 лет. Он переходил в старший класс. И стихотворение называлось «Воспоминания о царском селе». Стихотворение поразило комиссию, состав которой входил прославленный мэтр поэзии Гавриил Державин. Послушаем, что писал об этом сам Пушкин. Кавычки открываются. Державина видел я только однажды, но никогда того не забуду. Это было в 1815 году на публичном экзамене в лицее. Как узнали мы, что Державин будет к нам, все мы взволновались. Дельвих, друг Пушкина, тоже поэт. Дельвих вышел на лестницу, чтобы дождаться его и поцеловать ему руку. Державин приехал. Он вошел в сене. И Дельвих услышал, как он спросил у швейцара, где братец здесь нужник? Этот прозаический вопрос так разочаровал Дельвига, что он отменил свое намерение и возвратился в зал. Ну а далее, собственно, об экзамене. Державин был очень стар. Он был в мундире. Экзамен наш очень его утомил. Он сидел под першик голову рукою. Лицо его было бессмысленно. Глаза мутны. Губы отвислы. Он дремал. До тех пор, пока не начался экзамен в русской словесности. Тут он оживился. Глаза заблестали. Он слушал с живостью необыкновенной. Наконец-то вызвали меня. Я прочел мои воспоминания в царском селе, стоя в двух шагах от Державина. Далее показания разнятся. Все говорили, что Державин вскочил, обошел стол, обнял Пушкина, поцеловал его в макушку. Пушкин же сам говорит, что он испугался и убежал. Так смутился, что прятался где-то. Его долго не могли найти. Вот этому эпизоду в нашей истории принято придавать символическое значение. Как бы некая передача эстафетной палочки первого поэта империи. И, возможно, это как раз тот случай, когда символизм совпадает с исторической правдой. По-моему, в школьном учебнике литературы чуть не сказал картина маслом. Яркая картина Ильи Репина. Пушкин на лицейском экзамене в царском селе. И вот там стоит молодой поэт, декламирует стихи. И старик Державин вот в таком красном мундире, перегнувшись через стол, склоняется, чтобы услышать нового русского поэтического гения. Собственно, так Державина, как какого-то глуховатого старика, мы ведь и воспринимаем. Посмотрите на самый канонический его портрет, портрет художника Боровиковского. Худой, стройный, седой старик. То ли седой, то ли это парик напудренный. Сейчас наш современник уже, честно говоря, и не разберет. Не вглядываясь. Красный парадный мундир, весь в орденах. Воротничок с тоечкой. Белоснежный платок, повязанный под воротником вокруг шеи, по моде того времени. Невероятно красиво, мне и стильно это кажется. Прямо обидно, что такие шелковые шейные платки выродились в эту офисную удавку, которую мы иногда носим вместе с цивильным костюмом. Ну, собственно, именно таким мы Державина себе и представляем. Пока что-то портрет любому школьнику, студенту, он скажет, какой-то генерал или богатый, знатный вельможа или чиновник. Конечно, тот, кто узнает Державина, студент из ТФАКа, заметит, что Державин был крупным чиновником. Отличник скажет, министром – это редчайший случай, когда успех в творчестве, в поэзии совместился с большим карьерным успехом. Что служил он где-то при дворе. Ну, а совсем отличник, пятерочник на ЭСТФАКе добавит еще, что Державин был действительным тайным советником, стал им уже и при Екатерине, и по табеле о рангах это соответствовало второму классу. И выше Державина по табеле мог быть только канцлер, сам император. Все это для поэта, литератора как-то довольно странно и необычно. Чем глубже погружаешься в биографию Державина, тем больше и больше странностей. Попробую я вам открыть другого Державина, неизвестного. Прежде всего, внимательно посмотрите на портрет. Оторвите глаз от родинов, посмотрите на лицо. Все-таки боровиковский мастер психологического портрета. Вы увидите необычные ломанные брови, как у восточной красавицы, и огромные темные глаза, иронично, как-то даже насмешливо смотрящие прямо на собеседника. Кто он? Гавриил Державин или Гаврила Державин? Гавриила имя простое. Мы же помним, что служил Гаврила почтальоном, Гаврила письма разносил. Гавриил звучит как-то солиднее, но на самом деле, как точно звали Державина, при рождении, мы не знаем, нет возможности посмотреть церковные книги, вряд ли они сохранились. А с учетом обстоятельств рождения, думаю, что был он все-таки Гаврила. И на протяжении всей его жизни в нем как бы жило два человека. Это было никакое не биполярное расстройство, с точностью наоборот, просто в одном цельном характере сложилось две необычных половинки. Одна Гаврила, а другой Гавриил. Может быть, именно в этом и есть некий секрет Державина. Честно вам скажу, натолнулся на эту тему случайно. Просто в этом году юбилей, 280 лет со дня рождения первого министра юстиции. И вот умные, уважаемые люди, руководство Минюста предложило мне прочитать лекцию о Державине, рассказать что-то о нем не то, что знают все по школьной программе. Мне показался так скучным, что бы Державин. Но чем больше погружался в тему, тем, скажу честно, он меня буквально очаровывал. Более того, я вижу историю Державина необыкновенно поучительной, актуальной, особенно для современной молодежи. Особенно. Если хотите узнать, в чем секрет Гаврилы или Гавриила Державина, присаживайтесь поудобнее, ну или вставляйте на прогулки наушники и слушайте. Он родился 14 июля 1743 года. Это самое начало правления императрицы Елизаветы Петровны. Вообще Державин проживет при пяти императорах и императрицах. Редкий случай. Где родился, не очень понятно. Сам он говорил, что родился в Казани, называл Казань своим родным городом. Но, судя по всему, это было небольшое село имения родителей Державина, неподалеку от Казани. Державин был патриотом своей земли. И в одном из своих известных стихотворений «Арфа» он славил Казанскую губернию. «Звучи, о, Арфа, ты, все о Казани мне, Звучи, как Павел в ней явился благодатен, Мила нам добрая весть о нашей стороне, Отечество и дым нам сладок и приятен». В общем-то, Чацкий у Грибоедова фразу Державина позаимствовал целиком. Ну, плагиатом это не было, потому что про дым Отечества писал и Гомер. Одиссей все мечтал вернуться в родное Отечество, где сладкий дым. И о виде, и так появилась знаменитая римская пословица «Dulcis fumus patria» — сладок дым Отечества. Поэтому и дым Отечества нам сладок и приятен. Державин родом из совсем небогатого дворянского рода. Его родоначальником был кто-то из татар-ордынцев, некий Мурза, который перешел после Куликовской битвы уже на русскую службу, принял православие. Ну, тогда это было просто. Был Мурзой каким-то, стал Ильей. Но семья была бедная. Отец Державина начал службу в 16 лет и, что называется, помыкался по гарнизонам, где он только не служил. В конце концов, нажил на военной службе крошечное имение, буквально несколько клочков земли, аж 10 крепостных. Удачно женился. И жена принесла ему еще 50 крепостных. В сумме 60. Когда отец умер, а Державину было лет 10, отцовские долги заплатить было нечем. И мать долго мыкалась по родственникам и знакомым, чтобы не продавать имение. В конце концов, она в итоге сдала его в аренду, сколько содержать его не смогла. А как-то расплатиться с долгами. Внимание, сумма долгов – 15 рублей. Неподъемная для вдовы с детьми сумма. Державин был первым ребенком в семье. Я часто говорю о том, что поздние, последние дети, особенно умные, есть такая действительно народная примета. Потемкин был очень поздним ребенком. Ментелеев – 17-м в семье ребенком. Константин Петрович Победоносцев – 11-м. Но первенцы ничем не хуже. И Суворов был первенцем. И наш любимец граф Фаранцов был первенцем. И Державин тоже был первым ребенком. Начальное образование получил он какое? Никакого. Называется это домашним. Домашнее образование было, мягко говоря, недостаточным. Учил Державина какой-то полуграмотный немец из числа пленных. Поэтому из иностранных языков Державин знал разговорный немецкий. Помните, у Онегина его учил француз, убогий месье Лябе. Державин жил сильно раньше, Евгений Онегин. И его учил немец. Потому что никаких французов, не убогих никаких, тогда еще в учителях у нас, ну особенно в провинции, конечно, не было. Французы появились у нас после Великой Французской революции, сбежавшие из Франции. Либо те, которые остались пленные. Мало кто хотел возвращаться в родную Францию. Пристроились в богатых домах после войны 1812 года. Помните, у Петруши Гринева учитель, домашний француз, постоянно выпивает сильно в начале повести. Это, конечно, Пушкин ошибся. Он перенес реалии второй четверти 19 века, в те времена Пугачевского бунта. Не было там никаких французов. Как-то чему-то научившись у своего немца в 15 лет, Державин поступает в только-только открывшуюся в первый класс Казанской гимназии. Казанская гимназия относилась к Московскому университету. Он над ней шефствовал. Вот там уже показал себя способным молодым человеком. И его очень ценил директор гимназии. Поручал своему школьнику, старшекласснику, как вы сейчас сказали, всякие важные дела. Например, отправил юного Державина руководителем археологической экспедиции в Древний Булгар. Наши слушатели из Татарстана прекрасно понимают, о чем идет речь. Это тот самый Древний Булгар. Именно тогда начались его первые раскопки, который был столицей Древней Булгарии, где, по легендам, приняли ислам местные жители. Сейчас там руины. Ведутся археологические раскопки. Прекрасный причал на берегу Волги. Гостиница, рестораны, музей. Раскопки такие по итальянскому образцу, под открытым небом. И вообще все это место, благодаря совместным усилиям, в первую очередь, Ментимира Шаймиева, он большой пассионарий в этой части, он как раз руководил проектом по внесению Древнего Булгара, как исламской святыни и святыни Древней Булгарии, и Свияжска, уже как русского города, рядом с Казани, военной крепости известной, в список ЮНЕСКО. И я, когда служил в Министерстве культуры, тоже всячески мы этому помогали и способствовали. К чему рассказываю? Друзья, путешествуйте по России. Обязательно съездите, если вы поедете в Татарстан, Казань, прекрасный город. Обязательно посетите Древний Булгар и обязательно съездите в Свияжск. Не пожалеете, запомните на всю жизнь. Тем более Древний Булгар описывал сам Державин, и предполагалось потом, что это исследование будет направлено императрицей Елизавете. Императрица, к сожалению, скончалась, не успела этот труд получить, а Державин оказался неожиданно в армии. Тут я сделаю важное историческое отступление. Мы ведь как думаем, что дворянские дети, те, кто находился на домашнем обучении, либо учился где-то рядом, бездельничали, и впоследствии по указу о вольности дворянства точно так же могли всю жизнь прохлаждаться. Это не совсем так, мягко скажем. На самом деле, начиная с Петра Первого, для дворянских детей военная служба была строго обязательной. Поэтому для учета и контроля их с детства могли вызвать в любое время насмотр в Москву или Петербург, где и решали комиссионно, оставить ли отрока продолжать обучение, или все, забирать его из дома в полк. При Петре Первом таких недорослях смотрели, начиная с 10 лет, но вскоре уже при Ане Иоанновне был издан указ начинать смотри с 7 лет, с первого класса, как у нас сейчас. Результатов этих смотров были специальные записи в книге учетные. Там подробно описывалось, что за отрок, что умеет, что знает, где обучается, как, где он проходит домашнее образование, какими предметами владеет. И далее необходимо было пребывать на подобного рода смотри экзаменационные регулярно. В 12 лет отрок должен был уже читать и писать, сдавал соответствующий экзамен. Родители, которые не отправляли его уже в специализированные учебные заведения, давали письменное обязательство, что будут продолжать обучать его наукам до 16 лет. При этом условия этих смотров постоянно ужесточались, наводили порядок на госслужбе в армии. Анна Леопольдовна, проправившая у нас совсем недолго, успела подписать указ, согласно которому, если отрок пропускал вот эти первые три смотра, то тогда он подлежал отправке в солдаты навечно, без возможности выслужиться в офицеры. Ну, то есть превращался в рекрута, по сути. Вот таких обязательных смотров было несколько. И Державин, ему было 19 лет, был зачислен в военный полк. Почему я сказал военный? Предполагалось, что сначала он пойдет по инженерной части, потому что в Казанской гимназии Державин хорошо учился, владел прекрасной математикой, геометрией. Но что-то там запуталось, не срослось. И вместо службы в военно-инженерных частях он оказался вроде бы в престижном гвардейском полку, преображенском, но обычным рядовым солдатом в 19 лет. Я напомню вам, что Петруша Гринев гораздо раньше стал офицером, прапорщиком, не служа нигде после домашнего образования. Я напомню вам, что Петр Румянцев примерно в это же время в 18 лет уже является полковником, а в 21 станет генералом. Ну, для этого надо было иметь блат, связи, знатность и деньги. Ни первого, ни второго, ни третьего, ни четвертого у семьи Державиных не было, поэтому после Казанской гимназии в 19 лет в Преображенский полк рядовым и жил в казарме солдатской. Потому что денег у него не было не то, чтобы снимать квартиру, даже не было денег перевестись в офицерскую казарму, там за нее надо было что-то платить. Не успел он оказаться на службе, как случился государственный переворот. И в июне 1762 года гвардейцы, в том числе и преображенцы, на штыках возвели на престол императрицу Екатерину II. Казалось бы, удача должна была улыбнуться молодому гвардейцу. В нужный момент он оказался не в том месте, и ни награды, ни почести, ни повышения по службе, ничто это Державина не коснулось. И он продолжил служить рядовым. Муштра, смотры, парады, учения. Все это казалось юноше страшно скучным, от скуки. Он начал много писать и много читать. Писал он хорошо, красиво. Видимо, и почерк, и стиль. Поэтому писал письма домой со служивцем, письма возлюбленным, рапорты офицерам помогал составлять. Ну и, конечно, писал стихи. Писал стихов много. Нигде не публиковался особо. К сожалению, все это раннее творчество его пропало. В силу многих обстоятельств не буду вам сейчас рассказывать. Ранних стихов Державина мы не знаем, а денег нет. И так Державин постепенно стал профессиональным картежником. Тут дальше есть две версии развития событий. Версия классическая. Вы ее прочитаете, если неглубоко пороетесь в интернете. Державин много проигрывал. Все время был в долгах, как в шелках. Есть даже версия, что якобы Державин стихи писал и пытался публиковать, чтобы расплатиться с долгами. Это полная галиматья. Потому что ни на какие гонорары в те времена ранние екатерининские публикации стихов расплатиться с карточными долгами было совершенно невозможно. Незапоставимые были гонорары и размеры долгов у офицеров гвардейских. Поэтому проигрывал на самом деле. Но разумно, немного, четко ограничиваясь суммой проигрыша. И учился игре в карты у профессиональных шулеров. Приемом карточным, ходом, технологией. Со временем стал очень много выигрывать. Известная история, который сильно позже, он уже был обер-офицером. Но денег у него по-прежнему не было. Сев за стол карточный с 50 рублями, к утру выиграл фантастическую сумму состояния в 40 тысяч. Расплатился со всеми семейными долгами, своими личными, и много чего еще осталось. Но движения по службе нет никакого. Свой первый офицерский чин, прапорщик, одержавен, получит только через 10 лет. 29 лет, представьте себе, он всего лишь прапорщик. И перспектив ноли. И вот, когда началось восстание Пугачева к командующему правительственным корпусом, направляемым на подавление бунта генералу Бибикову, является в приемную молодой прапорщик. Гвардейцев, гвардейские полки, они привлекали к подавлению восстания. Является инициативной и говорит, я из казанских, знаю местность, знаю татарский язык разговорный, могу быть очень полезен. Хочу записаться к вам в штаб у Бибиков. Не очень любил инициативщиков. Знаете, есть такая категория начальников, которые не любят инициативных подчиненных нахальных. И он юношу отправил куда-то там в переднюю. Прошло какое-то время, рабочий день закончился, а юноша продолжает в передней ждать. Говорит, господин генерал, очень хочу служить. В общем, Бибиков впечатлился такой наглостью и инициативностью. И на службу его взял, определив при штабе в какое-то подразделение, которое бы сейчас назвали военной контрразведкой. Он засылал лазутчиков к восставшим, вербовал агентов из местных жителей, составлял поименные списки особо опасных бунтовщиков, вел какую-то переписку секретную. Ну и, кстати сказать, лично сражался. Сохранились воспоминания, что как-то Державин, Возлаев, небольшой отряд, смело атаковал мятежников и разогнал довольно большую толпу. Даже Суворов его за это похвалил. Кстати, именно там Державин познакомился с Суворовым. Суворов был старше Державина лет на 15. И он уже, ну если не прославленный, то очень опытный и известный генерал. В 15 лет большая разница между поручиком Державиным и генералом Суворовым. Но постепенно со временем они сдружились. И уже потом, к концу жизни, я расскажу вам об этом, были очень-очень близкими друзьями. Державин оставил подробные записки. О пугачевском бунте. И, кстати, на них впоследствии основывался, использовал их во многом Пушкин во время написания своей истории Пугачева. По окончании этой экспедиции Державин напишет оду во славу генерала Бибикова. Тогда было модно писать красивые, возвышенные оды во славу события, либо каких-то деятелей. Получит, хоть и не без труда, звание поручика, небольшое имение и уволится с военной службы. 15 лет отдал армии, перейдет на службу гражданскую. И вот тут у Державина будет получаться как-то гораздо все быстрее. Уже через пару лет он статский советник, а это по тем временам гражданский чин чуть выше полковника армейского. Он будет служить в разных департаментах, начнется в службы в Сенате. Сенат, кстати сказать, к тому моменту, это такое очень сложно устроенное, рыхлое правительственное учреждение, располагающееся одновременно в двух столицах, и в Москве, и в Петербурге, занимающееся много чем. Это не тот Сенат, маленький, компактный, который организовывал Петр Первый как высший управляющий орган при себе, при государе-императоре. Это, конечно, совсем не тот Сенат, который у нас есть сейчас, то есть не Совет Федерации. Это нечто совсем другое. Каждый император чуть-чуть старался поменять функции Сената. Державин служит в Сенате, державин служит, современным языком выражаясь, в Минфине, в налоговом ведомстве, и везде отмечается одним. У него репутация правдолюбца, неподкупного, борца с коррупцией, человека, который мзду не берет, более того, везде пытается навести порядок. У него страсть к порядку и дисциплине, как у бывшего офицера. При этом параллельно он что-то пишет, какие-то стихи, где-то даже публикуется. Начальство, естественно, все это увлечение поэзией, все эти романтические упражнения, как они тогда говорили, не одобряет, ругает Державина, мол, стихотворцы не способны ни к какому делу. Это, кстати, не совсем так. Давайте вспомним, что в XIX веке очень способными к государственному делу и к чиновничьей службе были многие стихотворцы и писатели. Я уже рассказывал как-то вам о Грибоедове, отсылаю вас к той лекции, блестящем дипломате. Вспомним Тютчева, достигшего больших высот в Министерстве иностранных дел. Вспомним двух вице-губернаторов, хорошего писателя исторического Лажечникова и всем нам известного Салтыкова Щедрина, который служил вице-губернатором в Твери и в Рязани. Ну и потом Лев Толстой, Денис Давыдов, Фетт. Это, между прочим, боевые офицеры. Список можно было бы продолжить. Я здесь отмечу то, что в XIX веке писательство и поэзия редко когда были отдельной профессией. В большинстве своем стремились совмещать музу с государственной службой нашей Творцы. Само явление отдельного слоя профессиональных литераторов – это уже в большей степени явление века XX, а еще больше советской поры. Советский Союз забаловал писателей, и они могли прекрасно жить и очень успешно, занимаясь только литературой. Высокие авторские отчисления, огромные тиражи, поголовная грамотность, огромное количество людей с высшим образованием, покупателей литературы. И самое главное – понимание государственного важности функции литератора, драматурга, сценариста, творца, того, кто влияет непосредственно на идеологию, формирует мировоззрение. Эта государственная политика дала возможность жить очень большому слою профессиональных литераторов и поэтов в Советском Союзе. В империи так не было. Ну что можно сказать еще о работе Державина в Сенате? Ему поручили надзирать за строительством нового здания Сената в Петербурге. Здание получалось красивым, снаружи и изнутри. Большой зал заседания был украшен барельефами, в числе которых была и аллегорическая фигура истины. Фигура была представлена в обнаженном виде. Принимая работы, генерал-прокурор Сената нашел фигуру, цитирую, «не вполне пристойной» и обратился к ответственному за стройку Державину со словами «Великий ее братец несколько прикрыть», на что Державин в своих записках отметил «И подлинно с тех пор стали отчасу более прикрывать в правительстве правду». Это была фигура истины. Через несколько лет новый генерал-прокурор и вовсе приказал спилить этот похабный барельеф. Державин прокомментирует это так. «Истина покинула Сенат». Слава поэта придет к Державину после одного стихотворения. Это стихотворение мы даже учили в школьной программе. Было написано в 1782 году в принятой тогда форме оды. Ода была обращена не абы к кому, а так немного закамуфлирована и иносказательна, но все все понимали, о чем идет речь непосредственно к императрице Екатерине Второй. Ода называлась «Фелица». «Богоподобная царевна, киргиз-кайсадская орды. Едино ты лишь не обидишь, не оскорбляешь никого, дурачество сквозь пальцы видишь, лишь зла не терпишь одного». Ну а дальше было много приятных и возвышенных слов в адрес императрицы. Немного юмора, немного сатиры по отношению к ее приближенным. Несколько капель по тем временам очень рискованный шаг наказов и назиданий. Как надо лучше киргизскими ордами богоподобной фелиции управлять. По современным меркам это, конечно, было лесть. Когда я работал в посольстве Советского Союза в США, было такое время, мой непосредственный начальник, человек очень остроумный, говорил мне, запомни Володю, я тогда был пятикурсником гемоища, прямая грубая лесть всегда быстрее дойдет до черствого сердца начальника, чем всякие вот эти тонкие, изысканные заходы. Так что держа, он поступил по прямому. Он в этой оде прямо и не грубо, но очень красиво льстил Екатерине. Говорят, когда Екатерина прочитала, она чуть ли не прослезилась. Что можно сказать? Ну, во-первых, тогда все льстили. Во-вторых, Екатерине было за что льстить. Ну и в-третьих, кто только не льстил поэтически. А в истории осталось только Ода Фелица. Надо было уметь делать это талантливо. Державин получил от императрицы запечатанный конверт такой большой, в знак благодарности. В конверте было 500 рублей. Хороший гонорар авторский. И золотая табакерка, украшенная бриллиантами. Табакерка – это не курительный табак, а для нюхательного табака. Сама Екатерина тоже любила нюхать табак. Всегда носила с собой табакерки, и дорогие табакерки дарила своим приближенным. Это был такой ее фирменный стиль, фирменный подарок. Екатерина брала табак всегда левой рукой. Нюхала, чихала. Ну, нравилось. Модно тогда было. Правую руку она давала для поцелуя, поэтому правая рука императрицы не должна была пахнуть табаком. И вот Державин получил такой царственный подарок. Но что интересно было написано на конверте. Екатерина была девушкой с юмором. Мурзе Державину от киргизской царевны. Державина заметили, стали продвигать, и спустя какое-то время назначили губернатором, чуть не сказал, Карелии. Тогда это называлось Оланецкого наместничества со столицей в городе Петрозаводске. Первое, что сделал новый губернатор, это сразу переправил в Петрозаводск всю свою библиотеку. Более трех тысяч томов. К ней это доставили очень дорого. И это стало первой крупной библиотекой в Карелии. Сейчас коллекция Державина находится в основе замечательной республиканской библиотеки в Петрозаводске. Мы тоже здание этой библиотеки в Министерстве культуры в свое время отреставрировали и расширили, перестроили. Прекрасная библиотека. Те, кто живет в Петрозаводске, зайдите, поинтересуйтесь. Я уверен, что можно получить доступ и к собственным книгам Державина. Наверное, в белых перчатках только если. Именно при губернаторе Державине в Петрозаводске открылась больница, аптека. Все первое. Первое училище, государственный архив, почтовая служба. Кстати, Державин основал город Кеми. Кемская волость была, помните? Ивана Васильевича пытались ее отобрать. Кемскую волость? О, я, я. Кемская волость. О, я, я. А вот город Кеми основан по ходатайству Державина. Ну и вообще считается, был очень доступным губернатором. К нему мог буквально любой попасть на прием. Пожаловаться на злоупотребление начальства. Главную свою задачу Державин видел в одном. В соблюдении законности, чтобы все было по-честному, по закону и по порядку. Опять же, с коррупцией, с доимством, с злоупотреблениями боролся как мог. И вскоре был переведен в другую губернию, посерьезнее, ну и покомфортнее. Как он сам писал, после переезда новый город имеет тысячу выгод перед Петрозаводском. Здесь и хороший дом, и приятное общество. Это город был Тамбов. Большая, гораздо больше современной Тамбовской области. Тамбовская губерния. Вот здесь Державин развернулся. Создал провинциальную газету. Кстати, это первая провинциальная газета. Еженедельная. Тамбовские известия. Открыл несколько училищ. Открыл театр, типографию, богадельню, больницу, сиротский дом, то есть детский дом. Он был хороший, был просвещенный. Губернатор. Чем еще отличался Державин на губернаторских должностях, как в Петрозаводске, так и в Тамбове? Непримиримость в борьбе со злоупотреблениями. Наивная попытка везде все делать по закону. Искреннее и какое-то прямо юношеское стремление искоренить всю кривду и сделать так, чтобы все чиновники служили честно, как положено, строго за жалование. Результат был один. Огромное количество недовольных, бесконечные жалобы, коллективные письма, доносы в столицу, всеобщее неприятие странных, волюнтаристских, офицерских методов руководства нового губернатора. Так что в Тамбове он тоже не удержался. Сняли, отозвали в столицу. Но тут сложились обстоятельства для него позитивно, потому что в столице Екатерина решила взять непосредственно в собственный аппарат человека примерно с таким уровнем подготовки, как Державин, чтобы он умел блестяще писать, хорошо разбирался в бумагах, был честным и организованным. По всем этим параметрам поэт, офицер, опытный уже чиновник и управление с Державин подходил идеально. И Державин оказался личным секретарем императрицы, так называемым стацсекретарем. Он принимал прошения на ее имя, докладывал по ним, плюс Екатерина поручила ему наблюдение за законностью решения Сената, в котором он когда-то работал. То есть, грубо говоря, в течение нескольких лет в руках Державина была сосредоточена огромная власть, генерал-прокурорская, плюс докладчика императрицы, чего никогда не было ни до, ни после. Приведу сравнение. Сделать это непросто, попытаюсь придумать. Державин был одновременно руководителем секретариата президента, главой администрации президента, плюс генеральным прокурором и отчасти, наверное, даже каким-то представителем президента, специальным при силовых структурах. Вот что-то такое в сумме. Невероятная власть с точки зрения любого чиновника. Но в руках Державина она не держалась. Опять его принципиальность, опять его стремление навести порядок. Он сгруппировал все эти прошения, ответы на прошения, и сдали потом 40 томов упорядоченного делопроизводства личных ходатайских императрицей и последующих ее ответов и разбирательств. Далее. Он позволял себе не соглашаться с самой Екатериной. Все время с ней ругался, объяснял, что какие-то решения она принимает не совсем правильно, горячился. Он еще человек был такой горячий. Судя по портрету, холерик, наверное, легко переходил на повышенный тон с императрицей. Только мудрая Екатерина могла это терпеть. Известная история про то, как однажды она попросила присутствовать при его докладе своего лакея. Говорит, ну ты, братец, не выходи из комнаты, а то Гавриила Романович так горячится, что сейчас меня ударит. И лакей стоя присутствовал при докладе главы администрации императрицы. Работяга был державен, работал с пяти утра до десяти вечера, рассмотрел сотни и сотни прошений, однако в конце концов отправился в отставку, потому что стал уже императрицу своей дотошностью и горячностью раздражать. Начальники большие любят, чтобы человек, находящийся рядом с ним, не слишком забирал у них энергию. Он был как-то поспокойнее, был потише, чтобы действовал на них успокоительно. А державен был слишком пассионарен. Это крупное руководство всегда рано или поздно раздражает по-человечески. Наверное, это понять можно. Единственное, что смягчало его позицию, это то, что все-таки он был поэтом. И поэтом был хорошим. Он писал огромное количество от, свободное от работы время, где-то, наверное, после 22-х, песен, кантат, тех зляхоров, оперных либретто. На то время пришлось немало блестящих побед русского оружия. И по поводу штурма Измаила Державин сочинил стихотворение, которое, вы не поверите, на долгие годы стало первым неофициальным гимном Российской империи. Его положили на музыку. И вот оно. Гром победы, раздавайся, веселись, а храбрый роз. Мы ликуем славы звуки, Чтоб враги могли узреть, что свои готовы руки в край вселенной мы простреть. Какие-то фразы удержавлено запоминаются прямо сразу с первого звука. Такое ощущение, что они сказаны вот здесь, прямо на улице, вот тут на московском бульваре. Все понятно. Гром победы, раздавайся. А дальше начинаются какие-то образные, старинные, классические выражения. Свои готовы руки мы простреть. Это означает, что мы до всех до вас дотянемся. Никуда вы, наши вороги, от нас не уйдете. Несколько десятилетий ким на России. Державин – это наш князь Львов, Пушкин и Сергей Михалков. 1793 год. Екатерина по-доброму, она умела это делать, по-хорошему, отправляет Державина в отставку, назначая его сенатором, а потом чуть попозже еще президентом коммерц-коллегии. Это что-то типа ответственного за внешнюю торговлю и за таможню. Но Державин и там отметился. Тут же вскрыл какие-то страшные злоупотребления, банды чиновников, банды таможенников, находящихся в сговоре с чиновниками. Раскрыл какие-то махинации по поводу ввозимых-ввозимых из России товаров. Ну, то есть, и на этом месте молниеносно нажил себе множество врагов. Не мог он спокойно и тихо работать, как и подобало бы приличному чиновнику. Наверное, его оттуда бы тоже выгнали, но на трон зашел Павел Первый. Павел Первый отрицал многое, что было при маме. Но были сложные отношения с матерью. Не будем ударяться с вами в психоанализ. Этому посвящен целый ряд лекций, касающихся Павла Первого. Посмотрите, послушайте. Интересно другое, что многих Екатерининских приближенных Павел Первый отправил в никуда, а вот Державина, бывшего личного секретаря императрицы и нынче сенатора, наоборот, приблизил. Даже наградил его своим любимым новым мальтийским орденом. Как-то объяснял Державин. Процитирую. Кавычки открываются. Государь сей, Павел Петрович, желал иметь чистосердечных людей вокруг себя и особливо искал и хотел иметь такого друга, который бы говорил ему только правду. На роль друга, который говорит правду, наш поэт, борец с коррупцией подходил идеально. Проблема только в том, что Павел проправил недолго. Державин снова оказался не у дел. Но молодой император Александр решил поручить ряду чиновников и сенаторов приближенных составить проект реформирования сената. Я уж говорил вам, что реформирование сената это у нас такая национальная идея, национальная забава со времен Петра Первого. Оно у нас постоянно реформируется. Вот сейчас с некоторой долей натяжки можно сказать, что сенатом у нас называется верхняя парлата парламента, хотя, конечно, по функционалу это совсем-совсем не так, но мы называем членов Совета Федерации сенаторами. Вот очередную реформу сената затеял Александр Первый. И как мы думали, кто написал самую ясную, самую понятную, самую образную и глобальную программу реорганизации сената? Ну, конечно, опытный чиновник и поэт Гаврил Державин. Он предложил много интересных вещей, я не буду ударяться в функционал, что мне больше всего понравилось. Сенаторов предполагалось пожизненно освободить от всех видов уголовного преследования, только если не совершают какого-нибудь личного, собственноручного кровавого убийства. То есть, вывести их из-под доносов и наветов и дать им пожизненный личный и имущественный иммунитет. Вот знаете, идея кажется странной, а с другой стороны, представьте себе, сразу бы рядом с императором образовалось бы несколько десятков абсолютно независимых людей собственным мнением, собственным суждением, свободных, ничего не боящихся, знающих дело, это были очень опытные люди и говорящих правду, как Державин. Я думаю, что для Российской империи той эпохи это было бы очень полезным делом. Проект Державина очень понравился Александру Первому, прямо восхитился, сказал, что это настоящий глобальный подход и Александр как молодой, но уже хитрый. Властитель, не хочется сказать, слабый, это несправедливо, но лукавый, это правда, восхитившись проектом Державина, конечно, его не принял, он понимал, что ничего из этого не выйдет, но зато назначил Державина самым первым министром юстиции. Министерства появились по указу Александра Первого в 1802 году, это был манифест об учреждении министерств, и вот среди самых первых министерств, их было немного, появилась и должность министра юстиции, который одновременно являлся генерал-прокурором Сената, понимаете, да? Александр не стал реформировать Сенат на 100% по предложению Державина, но назначил Державина генерал-прокурором Сената. Такое компромиссное, хитрое решение, по мере сил навел там порядок. Функции министерства юстиции той поры были колоссальны. Подготовка всех законов, управление деятельностью судов, управление прокуратуры, назначение перемещения, увольнение всех чинов судебного ведомства, учреждение упразднения судов, надзор за ними. Более того, он должен был служить оком государевым, постоянно отверстным для пресечения всякого рода злоупотребления. Любимое дело Державина – следить за пресечением злоупотребления. Можно сказать, что министерство юстиции Державина – это совокупность современного Минюста Российской Федерации, Генеральной прокуратуры, Главного правового управления президента, правового департамента аппарата правительства Белого дома, наверное, Верховного суда. Это все вместе и есть Державинский Минюст. Правда, значительно более скромный по численности. Тогда вообще при царях, батюшках, чиновников у нас было немного. Державин, как вы думаете, сколько продержался на посту министра юстиции? Не угадали. Один год. Уже через год Александр I вызвал его, вздохнул и сказал, Гавриил Романович, всем вы хороши, но уж слишком ревностно слушайте. Устал я читать на вас доносы, жалобы, поклепы. Давайте чем-нибудь другим займитесь, будьте любезны. И предложил ему какую-то очень почетную, но совершенно бессмысленную должность. Державин не согласился и подал в отставку со всех постов. Ему уже к этому моменту лет 60, он уже устал, он уже хочет посвятить себя творчеству, и Державин уходит на пенсию. К тому же он ведь богат. Прошли те времена, когда семья Державина не могла расплатиться с долгом в 15 рублей, а сам Державин по абсолютной безденежности жил вместе со вчерашними крепостными в солдатской казарме Преображенского полка. У Державина большое поместье, 1200 душ, многие годы находился на больших должностях, а тогда крупным чиновникам по-крупному платила империя. Первые лица были хорошо обеспечены. У Державина прекрасное поместье в Новгородской области, прекрасный дом в Петербурге, где он и собирается прожить остаток дней, подводя черту под блестящей чиновничьей карьерой Державина. Мораль проста всегда во всех странах и во все времена и никуда от этого не деться. Прямолинейность, правдолюбие, отчаянная борьба со злоупотреблениями все это не становится идеальным кипяй идеального чиновника. Чтобы служить долго и успешно, надо обладать помимо этого безусловно большим набором совсем других качеств. Больше гибкости, больше умения промолчать, больше способности соглашаться, не раздражать бесконечными инициативами своего руководства. Оно ведь тоже живые люди и слишком энергичные и правдиво вокруг них бывает доведут даже матушку императрицу Екатерину. Так что Державин стал в 60 лет, в 60 плюс настоящим дауншифтером. И дальше занимался творчеством. Что касается его личной жизни, женат Державин был дважды. Первая жена, к сожалению, детей у них не было, скончалась. И вторым браком он женился на подруге первой жены. Вот так. Как он писал сам, брак мой был основан более на чувстве давнишней дружбы и благоразумия не жили на страсти. Ну, и там сам Державин уже был не молод, ему было за 50. И супруга его вторая была не юной девушкой. И брак, в общем-то, был, можно сказать, по дружбе, по расчету. Может ли брак по расчету быть счастливым? Может. Если расчет оказался верным. У Гавриила Романовича Державина расчет был верный. Прожили они долго и счастливо. Одна беда, только детей тоже во втором браке не было. Но в доме дети были. Во-первых, три племянницы, сестры его жены. Они осиротели, и вот у дяди Гавриила Романовича в доме до совершеннолетия и воспитывались. А кроме того, у Державина был близкий друг Петр Лазарев. Он служил губернатором Владимирской области. Это был его однокашник еще по Казанской гимназии. Кстати, тоже много говорит о человеке, который на протяжении десятилетия дружит с одноклассником. Петр Лазарев умер, оставив здесь данные биографов разняться. Кто-то пишет пять детей, кто-то шесть. Известно одно. Как минимум трех сыновей Петра Лазарева и дочь Державин после смерти товарища воспитывал у себя дома. Затем помог устроиться им в морской кадетский корпус. Помните, Лазарев и Крузенштерн, наш прославленный адмирал. Все три сына Петра Лазарева, три воспитанника Державина морских кадета стали тремя прославленными адмиралами русского императорского флота. В Петербурге Державин жил в большом доме. Там сейчас прекрасный музей усадьбы Державина с большим садом. Будете в Петербурге, сходите обязательно на фонтанке в самом центре города. Министерство культуры восстанавливало этот дом, реставрировало усадьбу, очень красиво ее сделало. Я когда там был первый раз, я думал, ну неплохо министры юстиции жили в Российской империи. Настоящий городской дворец. Как всегда, первое суждение бывает обманчивым. Выяснилось, что дом этот Державин купил только тогда, когда был назначен личным секретарем Екатерины с большим жалованием мог себе это позволить. Но и на самом деле никого дома не было. Там был маленький деревянный домик на большом довольно участке земли рядом с фонтанкой. И Державин еще несколько лет жил в каком-то флигельке, рядом снимал, пока этот уже каменный основательный дом строился. Но когда он наконец построился, это стал центром литературной художественной жизни Петербурга. И нет таких знаменитых поэтов, известных художников, писателей, литераторов, драматургов, художников, музыкантов, живших в те годы в столице Российской империи, которые не побывали бы в гостеприимном музыкально-литературном доме Державина. Он там даже театр потом сделал, представил пьесы, ну, естественно, зачастую по своим стихам. И оперы с либретто Гавриила Державина. А летом Державин жил на пенсии в деревне в имении Званка Новгородской области. Сельскую жизнь любил. Писал так. «Возможно ли сравнять, что с вольностью золотой, с уединением и тишиной на Званке? довольство, здравие, согласие с женой, покой мне нужен дней в останке?» В общем, совсем стал Гаврила Романович на склоне лет философом. Ну, а коли я уже стал читать некоторые державинские стихи, хотя я каждый раз и говорю, что я совсем-совсем не литературовед, и каждый раз боюсь что-нибудь не то сказать по литературной части, просто читаю вам некоторые строки, которые мне нравятся, то все-таки не могу, наверное, пару слов не сакцентировать на особенностях державинского стиля в поэзии, потому что мы в школе по традиции считаем, что с Пушкина началась современная поэзия, а до Пушкина был классицизм Державин, Сумароков, Тридиаковский, Ломоносов. Это не совсем так. На самом деле Державин это пограничный переход между классицизмом и современной русской поэзией Пушкиным, Лермонтовым, Некрасовым и так далее. Державин это поэт-новатор. С него, собственно, и началась новая эпоха в русской поэзии. Поэзия его оригинально, самобытно. Он смешивал стили. Помните, я вам говорил о двух Державинах? О Гаврилии Державине, как его матушка-императорица называла, и Гаврииля Романовича Державине. В одном человеке умещался и классицизм, и простые слова. Как в казарме он писал стихи. Какие-то солдатские частушки, говорят, сочинял, пока был солдатом, сержантом и прапорщиком. В его стихах много иронии, много сатиры, много написано о простых людях, о солдатах, о России, о стране. Он такой отечественный поэт. Гоголь обожал Державина. Гоголь писал, откуда он взялся, из каких степей, может, из этих бескрайних казанских просторов на Волге, откуда гиперболический размах его богатырской речи. Так называл Гоголь особый стиль Державина, умение писать стихи, никому не подражая, стирая границы между разными стилями и жанрами, смешивая славянизм и просторечие, элементы высокого и низкого стиля. Державин описывал не только великие дела великих людей, но и повседневную жизнь, развлечения, обеды, домашний быт. Он писал о себе самом, о служебной семейной жизни, о русских девушках, у него есть замечательное стилетворение, так называется, русские девушки, очень романтичные. Писал о друзьях, о родственниках, о знакомых. Вот как он писал сам о себе. Неумел я притворяться, на святого походить, важным саном надуваться и философа брать вид. Я любил чистосердечие, думал, нравится лишь им, ум и сердце человечие были гением моим. Он вел писать о серьезном. У него есть большое интереснейшее стихотворение «Бог». Я не буду вам его зачитывать, оно сложное на слуг. Прочитайте сами. Это настоящая религиозная философия. Поразительно, но это стихотворение имеет колоссальное количество иностранных переводов. Причем много вариаций переводов на одни и те же языки. Я слышал где-то, что только на японский оно имеет около десяти переводов. Пять, семь, десять переводов на немецкий, на французский, на английский. Это стихотворение, которое интересно жителям разных стран и носителям разных культур. Почитайте. Державин Бог. Стиль его, конечно, стихотворный, тяжеловат. И нам кажется сегодня, ну, на фоне, конечно, блестящего стиля Пушкина, сложным. Но я каждый раз говорю, когда мы говорим об истории, надо руководствоваться принципом историзма. Таким стилем тогда писали, сочиняли все. У Державина он был еще самый легкий. Он умел вставлять простые выражения. Да даже говорили зачастую таким языком. При этом, вообще-то, Державин сам себя поэтом не считал вообще. И в собственных мемуарах довольно подробно рассказывал обо всех своих орденах, о всех своих государственных заслугах. Он ими очень гордился. О работе своей в губерниях, в министерстве, в сенате. О своих стихотворениях Державин в воспоминаниях даже не упоминал. Это было хобби. Ничего более. Ну, вообще-то, по-разному, когда проходит время, воспринимаем исторических деятелей. Ломоносов. Мы Ломоносова считаем, в первую очередь, великим ученым. А Державин тоже считал великим соотечественником, великим он отнеслся к нему. В первую очередь, как к поэту. Подводя черту под вопросами творческими, о которых я говорить так не хотел, процитирую Белинского. Лучше, наверное, не скажешь. Державин – это Пушкин, который родился не вовремя. А Пушкин – это Державин, который родился вовремя. Виссарион Григорьевич Белинский, великий критик. Несколько слов о памяти Державина. Ну, я уже рассказал вам о музее Державина в Петербурге на Фонтанке. Маст Си, всем, кто любит русскую литературу, историю. Державинские чтения давно проходят по всей стране. Это целая система таких литературных вечеров, конференций. Их патронирует отчасти руководство Татарстана, большие молодцы. Миниханов, насколько я знаю, сделал это большим республиканским проектом. Но они проходят не только в Татарстане, но и в Тамбове, и в Петрозаводске, и в других регионах. В Тамбове вообще очень любят Державина. Я помню, когда я первый раз был в администрации Тамбовского губернатора, там вот прямо рядом с кабинетом губернатора огромный портрет Державина. Главная губернская звезда. Университет имени Державина Тамбовский, улица Державина, областной музей Державина, сквер Державина, где естественный памятник Державину. Есть еще Державинская медаль. Это официальная ведомственная награда Министерства юстиции. И еще раз подчеркну, чиновники Министерства юстиции России большие молодцы, сохраняя память о первом министре юстиции, настолько поразительно необычном человеке. Медаль Державина это высокая ведомственная награда. У нас рассказы о русской истории, поэтому я расскажу вам еще несколько разных забавных историй, связанных с увековечением памяти Державина, забавных и грустных одновременно. Петрозаводский тоже лет 20 назад решили поставить памятник Державину и зачем-то привлекли финского скульптора. Уж я не знаю, насколько финский скульптор понимал русскую поэзию, но памятник, который он поставил большой, на пьедестале из красного гранита, по его замыслу, процитирую, отображает поэтическую суть одного из величайших поэтов России. Как я не смотрел на этот памятник, не мог понять, чем он отражает поэтическую суть. Мне кажется, что сотри фамилию Державин, подпиши любую другую. Генерал такой-то, сенатор этаки, министр секой, и ничего от этого не изменится. Где там поэтическая суть, не знаю. Есть известный памятник Державину в Державинском саду Казани. Это исторический памятник. В 1842 году по повелению императора Николая I в университетском дворике для воспитания студенчества на примере выдающегося земляка был установлен памятник Гаврииле Романовичу Державину, а рядом разбит сад, тоже названный Державинским. Почти сто лет просуществовало такое намоленное студенческое место до тех пор, пока в 1930 году Горсовет Казани не решил, что поскольку Державин является листивым царедворцем, помещиком-крепостником и усмирителем Пугачевского восстания, ну а также, что уж совсем смертельно, авторству Державина принадлежит ода во славу полковника Михельсона, главного Пугачевского усмирителя, то этот памятник надо снести, вместо него поставив кому? Угадали. Емельяну Пугачеву. Сквер переименовали сад в Пугачевский, а вместо памятника Державина, который куда-то отправили на переплавку, установили гипсовую скульптуру Емельяну Пугачеву. Гипсовая скульптура долго не прожила, и уже в начале 90-х решено было от греха подальше ее убрать и восстановить точную копию интересного, на мой взгляд, и замечательного памятника Каврилии Державину в Казани. Единственное, что копия оказалась с некоторыми видоизменениями, поскольку там на пьедестале были изображены музы поэтические. Музы были в традициях середины 19 века полуобнаженные. Почему-то при восстановлении точной копии Державинского памятника решили этих полуобнаженных мус заменить, как было сказано, заменить мус с физическими недостатками. Сложно мне сказать, какие там у них были физические недостатки. На мой вкус там были сплошные достоинства. Может быть, это и к лучшему. А вот буквально на днях грех сказать нашим дружественном Казахстане переименовали очередной небольшой городишко. Когда-то это был поселок, назывался Державинское, потом город Державинск. Жили там ракетчики, на картах его не было, там была секретная военная часть. После распада Советского Союза ракетную часть эвакуировали и вместо нее сделали колонию строгого режима. Потом колонию вроде бы тоже закрыли. И вот в июне 2023 года на состоявшемся сходе жителей города Державинска 192 голоса за 125 против было принято решение город переименовать. Переименовали его в честь казахского хана Кенесары, который в середине 19 века решил резать русских колонизаторов и судить всех по шариату. Странно это. Чем им не угодил Державин? Почему решили местные жители переименовать город в честь хана Головореза? Понять сложно. Да и кто там эти жители после всех этих перетурбаций случившихся после Беловежской пуще тоже понять сейчас тяжело. Какая мораль моего рассказа? Во-первых, вот любим мы говорить американская мечта чистильщик сапог мальчишка стал миллионером. Это только в Америке такое возможно. Посмотрите на судьбу Державина. 18 век. Вот она русская мечта. Из солдатской казармы в крупнейшие сановники губернаторы и министры. Прямое подтверждение правильности идеи Петра Первого в табеле о рангах. Прямое подтверждение того, что в самые непростые времена, имея трудолюбие, целеустремленность и талант, можно было добиться любых высот отнюдь не в силу знатности и богатства, а в силу своих человеческих качеств. На завершение нашего рассказа расскажу историю связанную с Державином и Суворовым. Они дружили последние годы и Державин часто бывал дома у Суворова последний раз буквально за несколько дней у постели умирающего генералиссимуса и говорят Суворов спросил его что написать на моей могиле. Державин сказал уже Александр Васильевич что можно написать? Здесь лежит Суворов и так все все знают. Бог мой как хорошо сказал Александр Васильевич так и напишите. Спустя несколько десятилетий на его могиле и появится надпись предложенная Державином. А тогда после похорон Суворова грустный Державин вернулся к себе домой и его встретил Снегирь. Державин очень любил птиц их у него было множество и в поместье в Новгородской Званке и в его доме на Фонтанке. А Снегирь у него был особый такой музыкальный. Он знал как говорили тогда одно колено какого-то военного марша. И радостно встретив хозяина начал это колено насвистывать. Державин грустно посмотрел на Снегиря. Маленькая русская птичка любимая в народе. Такая яркая красная смелая не боящаяся ни мороза ни зимней стужи никуда не улетающая в теплые края. Такая настоящая неприхотливая как русский солдат. Сухонькая смелая как русский генерал Суворов. И глядя на эту птичку Державин после похорон написал стихотворение мое самое любимое собственно с которого на мой сугубо непрофессиональный любительский взгляд и началась новая русская литература девятнадцатого века. Сухотворение Снегирь. Что ты заводишь песню военную флейте подобно милый Снегирь? С кем мы пойдем войной на гиену? Кто теперь вождь наш? Кто богатырь? Сильный где храбрый быстрый Суворов? Нет теперь мужа в свете столь славно полно петь песню военную Снегирь. пройдет сто семьдесят лет и другой великий поэт находясь в эмиграции далеко-далеко от Москвы и Петербурга напишет в том же ритме в точном подражании державинскому слогу стихотворение за которого его осудят вся эмигрантская тусовка. «Зачем вы написали это в честь коммунистического военачальника?» Этот великий поэт улыбнется, флажмет плечами и ответит «Вы знаете не так много осталось на свете людей в ознаменовании кончины которых хочется написать оду вижу колонны замерзших внуков гроб на лафете лошади круп ветер сюда не доносит мне звуков русских военных плачущих труп вижу в регалиях убраны труп смерть уезжает пламенный жуков маршал поглотит алчное лето эти слова и твои прохаря все же прими их жалко лепто родину спасшему вслух говоря бей барабан и военная флейта громко свести на манер снегиря вот так переплелись вместе жуков и суворов бродский и державин гавриил романович был очень необычным человеком неуживчивым резким ершистым правдоруб я недавно пересмотрел старый сериал статский советник и вот там герой олега менщикова когда к нему обращается его возлюбленная и требует чтобы он ушел в чиновничьей службы потому что его хотят назначить главным полицмейстером москвы она говорит я брошу тебя если ты не уйдешь как ты можешь там находиться там же вокруг грязь зло надо уйти в частную жизнь не работая этим чиновником тем более главным по полиции вы лучше посмотрите я не буду вам пересказывать это короткая сценка я думаю что авторы этого замечательного сериала меня простят посмотрите вот так и говорил державин всю жизнь служил России и пытался как мог навести порядок убрать в своем доме потому что его дом его страна его родина его отечество его стихи его творчество все это он совершенно не отделял одно от другого такой он был министр сенатор действительно тайный советник и вообще достойный человек Гавриил Державин таким мы его должны знать помнить и любить хотя любим конечно мы его не только за это в первую очередь потому что с него началась великая русская поэзия 19 века и что именно он в гроб сходя благословил Александра Пушкина и открыл новую страницу нашей величайшей классической литературы спасибо вам за любовь к русской истории всего вам доброго до следующих встреч встречу Субтитры подогнал «Симон»